Также Марк Петровский стал чемпионом России. Среди молодежи турнир провалился в Нальчике. Также Марк Петровский в 17-м году был сниженом призером биржества России. Поехали, смотрим. Ну а что касается Алексея Дрона, то представитель Ставрополя на юношеских Олимпийских играх. Выиграл золотую медаль. Выиграл в финале тогда у спортсменов Казахстана Дамира Тойбая. Хорошо по кулу еще здесь отрабатывает Марк. Хорошая двойка в исполнении Дронова. И аж капа вылетела у Марка Петровского. Здорово здесь с передней рукой контратакует Алексей. Голову вышли. Посмотрите, какой обмен. Смотрите, какие плотные удары. И здорово опять на передней руке соперника держит Алексей. Причем меняет стойки. Вот сейчас попадает слева Марк. Головой. Да. Довольно опасно идет головой вперед Алексей Дронов. Пол раунда позади. Уже разбит нос у Марка Петровского. Хорошая двойка ему здесь обменяли сильнейшими обмотаниями с левой руки. Но парня нацелена работать в высшей степени агрессивно. Да и смотрите, по-моему, чуть подзавелся Марк Петровский. Начинает он заводить и Алексей Дронова. Старается прям перерубать соперника на ближней дистанции. Марк. Голову выше. Очень хорошая такая четкая двойка у Алексея Дронова. Но вот за ней должно, наверное, следовать что-то еще. Брэк. Шаг назад. И опять двойки. О-о-о. Плотный удар в исполнении Марка Петровского. Опять лево-боковой. Там почему-то правая рука постоянно падает от челюсти. Алексея Дронова и в результате туда прилетает регулярно. Да, такой эмоциональный поединок у нас с вами получается. Попадает и справа. Но вскоре смарт Петровский по сопернику. Шаг назад, красный. Стоп! Стоп! Боксер. Много бежит. Боксер. Стоп! И первый раунд закончен. Вот казалось бы, да, оба боксера достаточно опытные. Оба боксера достаточно повидали в ринге, поработали в международных стартах. Но при этом сейчас этот бой больше напоминает такую драку в баре. Эмоции? Что поделаешь? Деги, делай. Попадает. Попадает. Хорошо, молодец, молодец. И также Алексей Дронов, помимо своих международных успехов, является победителем первенства России 2019 года. И спина постоянно работает, Марк, постоянно спина. Мужчина, давай, так же, так же, давай, терпи, молодец. Ну вот мы видим, Олега Саитова, Шултана Ибрагимова там на дальнем плане стоит. Еще один наш олимпийский чемпион. Вот так, смотрите, какой бой предлагает сейчас инппонент Алексей Дронов. По туловищу отрабатывает Марк Петровский. Выше команды, голову выше. Да, как обменялись, но, по-моему, в плотне справа попал Алексей. Команды выполняли, стоп! Команды выполняли, слушать команды, слушать команды. Бол! И вот здесь молодец Алексей Дронов после своей двойки выполняет защитные действия. Соответственно, пропуская силовой удар оппонента над собой. После команды бьет Марк Петровский. Продолжает подходить, но иногда Марк Петровский идет вперед без ударов. Левый на скачке не проходит у него. Да, очень грязный бой. Смотрите, какая работа на ближней дистанции. В клинче обоюдные захваты. Пытаются отталкивать соперника. Отжимают голову оппонента открытой перчатки. Упираясь легко, хорошая Сирия в исполнении Алексея. Издоводец на отходе, но отошел не до конца. Недалеко, и дисплатуру еще отрабатывает Марк. Красный давит. Стоп! Стоп, боксер, не надо давить. Давишь. Стоп! Много нарушений, очень много рефери пока что максимально лоялен к обоям. Но вот, кстати, если мы говорим про Алексея Дронова и про его победу на первенстве России, то, например, его финал вот так проводил сайдстепом рукой своего оппонента буквально за канаты. На Алексея Дронова поднимается Марк Петровский. Так вот, по-моему, Алексея в финале тоже был достаточно такой грязный. Разный поединок, и рефери тоже постоянно приходилось вмешиваться в ход боя. Меньше минуты до конца второго раунда. По-моему, оба уже наелись вот этой борьбой не совсем чистой. Опять оказывается на двух мостах. Алексей Дронов. Уже не первый раз, а сегодня. Так что, будут ли какие-то санкции или нет? Пока нет. 30 секунд. А вот здесь можно и посчитать. Нет? Нормально все? Но что-то слишком часто в эту неестественную позу переходит Алексей Дронов по ходу сегодняшнего боя. Так назад. Так назад. Придерживает, придерживает оппонента Алексей. У-у-у, как обменялись жестко. Идет вперед Марк. И опять он запутался в коронавтах. Раунд заканчивается. Просто настоящее месилово в ринге сейчас. Ну что ж, тем лучше. Да, может быть, это не слишком технично, а может быть, это не слишком эстетично с точки зрения бокса, но при этом вполне зрелищно. Куда тут надо? Вот это. Переводи на живот и на голову. Живота на голову. Голова, живот. Два этажа. Голова, живот. Вот это слова. Вот это слова, дорогие друзья. Вот это мотивация. Посмотрим, сработает ли третий раунд. Хорошо по туловичу, по печени попадает Марк. Шаг назад страшно. Да какой там шаг назад. Только вперед. Не в сторону, не назад. Только вперед. Врубаются друг в друга оппоненты. Да, действительно, Алексей Дронов с левой руки попал. Немножко ниже латер-линии. Неплохая двоечка. Смотрите, теперь Алексей начинает действовать из правосторонней стойки. Пришел поиграть Брой Джонса немного. Ты не держишь. Держишь. По туловищу плотно атакует Марк. Прямо под руку оппонента. Очень устал. Посмотрите, да. Но это... Вот то, что происходит сейчас с Алексеем Дроновым, это говорит исключительно об усталости. Я думаю, что именно об этих элементах и говорил угловой Алексею Дронову, когда рассказывал про отца и про прочие вещи. Ну, слишком, слишком часто Алексей Дронов оказывается в этом положении. И Марк Петровский сейчас, как мне кажется, побольше попадает. Он поточнее опять обрабатывает уровень. Еще очень устал Алексей. Да, это усталость. Это просто изнеможение. Держи голову, выше. Вот. Стоп! Хорошо. Выше голову. Вот. Затянутые удары от Алексея, который, наверное, уже просто считает мгновение до завершения раунда, до завершения боя. И старается доработать соперника. Марк Петровский понимает, что он выглядит более свежим. Раз, два, три, четыре. Мокдаун. Открывает рефери счет. Шесть. Я думаю, что это справедливо. Потому что он уже откровенно уходит от борьбы. Алексей Дронов пытается, пытается еще. Остановка. Останавливает бой рефери, потому что он видит, что Алексей Дронов уже просто не способен продолжать поединок. Он не способен оставаться в вертикальном положении. Пересилил, перетерпел своего соперника Марк Петровский. С чем мы его, конечно, и поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже просто все свои силы потратил до последней капли. Алексей. Ну вот опять же, да, мы говорим о том, что у всех бойцов практически были скомканы тренировочные лагеря, скомкана подготовка. Держал боксер красного угла Марк Петровский. Да, поздравляем, поздравляем. Марка, хороший бой. Итак. 12-15. Но ввиду того, что боксер Центрального федерального округа одержал победу в весовой категории свыше 91 килограмма, победила злая команда Центрального округа.